Павел Николаевич, еще одно странное решение районное руководство по поводу того, что в совхозе имени Ленина должны отсутствовать пешеходные зоны. Что вы по этому поводу думаете? Как вы к этому относитесь? Ну, действительно, в начале недели глава Баренов, ну или по доверенности, очень интересно тоже, юристы фирмы Юст, которые представляют интересы рейдеров, ну одновременно вот этих вот боевого братства, одновременно вот этих вот бизнесменов, так называемых, из ЗАЗАЗы. Так вот, те же самые юристы стали представлять интересы Ленинского городского округа. И в их исках появилось желание раскрыть пешеходные зоны, где дети играют, и дать проезд в одном месте к зданию администрации. Ну, в принципе, там доступ пешеходный всегда был и есть, а при желании можно, конечно, проехать машине для того, чтобы привезти что-то или увезти, тем более, что можно и через зону пешеходную проехать, и в том числе и через школу проехать, это муниципальные земли. Но, несмотря на это, они решили пойти в суд и установить публичный сервитут вот на эту зону и на зону, которую мы всегда закрываем, это зона около Дворца культуры. Там тоже, значит, они решили шлагбаум снять и сделать зону свободного проезда. К чему это приведет? Естественно, это приведет к тому, что раньше дети вокруг Дворца культуры бегали, гуляли, и там была полностью пешеходная зона. Теперь это будет невозможно. И здесь тоже, так называемая паутинка, детская площадка, она тоже будет открыта. А мы же прекрасно понимаем, что как только мы это сделаем, там будет просто стоянка автомобилей. И школьникам придется ходить в школу через эту стоянку автомобилей. И парк, который пользуется заслуженным интересом не только у нас, но и у жителей, всех, которые приезжают в Московской области, Москвы, тоже там будет невозможно пройти, потому что там будут кругом набросаны машины. Мы, конечно, будем противодействовать этому всячески, потому что ухудшать жизнь людей, как бы этого ни хотела Единая Россия и так называемая ЗАЗАЗА, мы не будем. Предстоит просто понимать, что это все в Виндовском городском суде. А Виндовский городской суд славится тем, что он принимает решения не по закону, а по каким-то там звонкам телефонным или по фактическим обстоятельствам, как они это говорят. Поэтому это долгий процесс. Я думаю, что мы будем апелляцию и кассацию проходить. Но, естественно, мы будем всячески противиться этому бездарному абсолютно решению районной администрации.